Анапа. Сегодня у нас... Какое сегодня число? Сегодня 12 октября 2017 года, и я после службы в храме Серафима Саровского решил пройти на море, снять там ролик на камеру, но идя по этому прекрасному городу, по этой чудесной погоде, и я все-таки решил, ну что мне так просто идти без толку, ну буду идти снимать, правильно я придумал, да, ребята? Поэтому сейчас мы пойдем по Анапе, пойдем до моря, ну а там посмотрим, как наш маршрут сложится. Я сейчас нахожусь на улице Гоголя, по сути это такой маленький бульварчик, и недавно здесь уложили новую плитку, вот можете ее сейчас видеть. Да, у нас тепло, я утром вышел, было плюс 10, но я думаю немножко днем будет потеплее. Ну а теперь я переключаюсь на камеру, и вот смотрите, какой замечательный вид, 11 человек у нас уже на канале меня смотрит, я обращаюсь к вам, поставьте пожалуйста лайки для создания лучшего настроения моего, нажмите просто значок, где палец вверх, и мы пойдем. Давайте, сейчас до 10 дойдет, и я уже пойду. Ну, видимо, кто-то зашел и вышел, ладно, пойдем. Итак, я сейчас иду по улице Горького. Вот Юра Березовский пишет, что приедет встречать Новый год в Анапу. Пожалуйста, Юра. Ну, я буду так по ходу где-то еще обращать внимание на какие-то интересные моменты, красивые дома. Прогулка у нас будет сегодня такая лирическая. Как меня слышно, сразу давайте проверим качество связи, как картинка, как звук. Я пользуюсь гарнитурой, поэтому не буду слишком громко кричать. А, Боровский, не Березовский, Боровский. Прошу прощения. Слышно отлично. Ну, я рад, когда хорошее качество связи, и сразу приятно заниматься тем, чем я занимаюсь. Ну, камеру будет немножко так потряхивать. Потом я сделаю стабилизацию уже при монтаже. Ну, а пока, ну, давайте так вот посмотрим. Да, мы идем с вами. Вы со мной, я с вами. Поэтому хорошо. Поэтому я и включил прямой эфир, потому что все равно иду. Все равно иду. А, в общем-то, могу идти и показывать. Потому что, когда я иду, душа моя радуется, что я иду и вижу эту красоту. Иду по этим замечательным осенним улочкам. Вот гобеля 70. Ну, правда, солнце светит. Красивые, конечно, есть дома в Анапе. Вот у меня друг живет, который в Чите. Евгений Читинский, который... Вот ягодки какие-то. Вот что за ягодки? Я даже не знаю. Но они просто красивые, просто замечательные. Черные. Так вот, друг у меня живет в Чите. Я его зову Ванапу. Вернее, звал Ванапу. Сейчас я его уже не зову, потому что вижу, что человеку совершенно это не нужно. Ну вот, смотрите. Прямо такие гроздья. Вот интересно. Если кто-то мне скажет, что это такое, то напишите. Что за ягода? Мне интересно самому знать. Ну, понятно, что ядовитые. Были бы не ядовитые, бы давно уже собрали бы и варенье сварили. У нас в Анапе так. Ну, вот, друг живет в Чите. Понятно, что Чита очень депрессивный регион. Оттуда очень много уезжают. И последняя информация, которая у меня вот из Читы, буквально вчера я прочитал на сайте. Количество уехавших из Читы в другие регионы увеличилось по сравнению с прошлым годом. Поставили в курс губернатора. Ну, губернатор у нас женщина, там, Наталья Николаевна Жданова. Я думаю, она единственный, наверное, губернатор на всю Россию. Вот. Ну, поставили ее. Видимо, больше некого было поставить. Ну, это, конечно, выбор был не очень, думаю, хороший. Единственное, что Читинцы хотели своего губернатора, ну, именно местного, ну, вот ее и поставили. До этого был Константин Константинович Ильковский, такой, так скажем, реформатор, человек с новым взглядом на вещи, имеющий деньги, он предприниматель, вот, имеющий связи в Москве. Ну, почему-то, я вот, не знаю, взбунтовались против него. Читинцы начали всякую ерунду там писать, что он там, значит, засланный, что он где-то в Америке чуть ли не обучался, не проходил какие-то курсы. Ну, в общем, он подал в отставку, отставку президенту удовлетворил. Назначили вот Жданову. Жданова себя, значит, позиционирует, как человек из народа, простая, так скажем, тетка, вот если даже посмотреть на нее, на фотографии, как она появляется на народе, действительно, вот вчера я видел фотографии, она на открытии площади Ленина в Чите присутствовала, укуталась какой-то клетчатой шалью, и вот таким образом выступала перед народом. Вот. И она говорит, что, ну, ее спросили, почему уезжают из Читы, почему количество уехавших растет, она говорит, что просто мода такая, особенно на Краснодарский край. Вот. В Краснодарский край уезжает много. Ну, уезжают, конечно, из Читы куда еще? В соседние, значит, области, это Хабаровск, Владивосток, Бурятия, Иркутская область, ну, и в Дальнюю, это Краснодарский край. Краснодарский край, в Белгород очень уезжают, ну, конечно, и в нашей столице, Петербург, Петербург и Москву. Вот. Тут почему-то ленточку повесили, непонятно зачем, но посмотрим. Вчера тоже мне написали в комментариях, прислали статью из газеты, ну, или портал, это, я не знаю, как, по-моему, там, ой, сейчас не помню, Тихоокеанская заря или Тихоокеанский вестник, вот, поэтому там тоже человек переехал в Анапу и пишет, что ему тут не очень-то нравится, его ожидания были обмануты, но я позже, конечно, потом сделаю, наверное, отдельное видео, просто буду читать, там, абзац за абзацом и комментировать. Мы вчера с женой почитали и пришли к выводу, что я сказал, что эта статья, возможно, заказная, вот, потому что, ну, я не знаю, из Приморья как там, уезжают, не уезжают, ну, а если такая бы статья появилась из Забайкаль, я бы точно сказал, что заказная, потому что из Забайкалья просто, ну, пачками люди уезжают и и уже нужно этот поток как-то останавливать и надо, видимо, какую-то контрпропаганду проводить, вот, но пока, видимо, не озабочены этой проблемой так, в Забайкальском крае, вот почему там была ленточка, просто здесь еще не доделали, ну, давайте посмотрим в эту сторону, в эту сторону все красиво, ровненькая дорожка, желтенькие листики лежат, все замечательно, ну, а вот мусорные пакеты здесь вот мы видим, ну, это то, что, значит, здесь такая, так называемая, позвонковая система вывоза мусора, то есть, нет контейнеров, понятно, частный сектор, и какой-то один контейнер ставить на несколько домов, это не совсем, наверное, было бы хорошо, потому что, ну, люди как-то говорят, обычно, здесь же как, что, почему мы будем платить, это, мы сюда мусор не носим, вот, ну, для таких вот людей, которые какой-то свой путь ищут, для них установлена позвонковая система, то есть, он мусор набрал, вынес его в определенный час, поставил, и машина пришла, вот, домик продается, такой маленький, желтенький, собачка лает, вот, этот, машина пришла, мусор забрала, в общем-то, по-моему, на западе, там тоже, такая же система действует, мне не нравится, потому что, идешь, конечно, когда эти пакеты, пакеты, не очень так эстетично смотрятся, так, это я пересекаю улицу Ивана Голюбца, так, большая машина идет, шумная, тут вот на деревьях видны вот эти шары, все-таки, мне написали люди, я тогда в детском парке снимал, вот, и мне написали, что вот эти вот растения, 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 даже кустарник, растения-паразиты, называется, амелия, ой, не амелия, что я говорю, амела, причем, такое растение, ну, вот тут тоже, тут старую бордюр и старую плитку убрали, такая вот, ну, будет, будет новая вскоре, вскоре, я думаю, ее сделают уже в этом году, вот там виноград такой черный, черный, листья уже опали, а гроздья еще висят, ну, и, конечно, вот строят, вот рабочий сидит там, звонит, так, и я вот сейчас зашел куда-то и даже не знаю, выйду ли я с этого тупика, потому что там-то видите, проход закрыт, ну, наверное, выйду куда-нибудь, люди же, наверное, как-то ходят, а вообще, вот просто такая грунтовая дорожка, в ней тоже что-то есть, такое, что-то вот от старых парков, вот этот кустарник тоже по бокам, и листья желтые, вот тоже, вот, кстати, написано, я же, как раз вас сказал, вот, написано, вынос мусора только утром, до 7 часов, вот, вот домик продается, тут что-то строится, строят, конечно, в Анапе, зимой Анапа превращается в строительную площадку, в каждом, на каждой улице по нескольку домов новых возводится, и, конечно, это все строится для отдыхающих, для извлечения, так скажем, прибыли, ну, такова особенность этого города, ну, вот, видите, оказывается, вот, это Гоголя 3, это начало улицы, и сейчас вот я, и Таманская, Таманская, и сейчас я сверну на следующая у нас тоже улица с литературным именем, это Тургенева, ну, а Тургенева, вы уже знаете, что ведет к Тургеневскому спуску и к морю, я даже сегодня, наверное, просто пойду не по верхней набережной, а прямо по берегу, погода хорошая, солнечная, хотя утром я вышел, 10 градусов было, ну, уже все равно одеваешься потеплее, но сейчас я вынужден расстегнуться, потому что уже становится жарко, когда ветерок дует, ну, давайте дальше смотреть, что у нас по пути следования, 31 человек меня сейчас смотрит, и вот она, Тургенева, вот такие редкие уже листочки, все пооблетело, а тут вот это все, все, ковер целый из желтых листьев, и смотрите, никого народу, сейчас 10 часов утра, ну, 11-й часть, а вокруг пустота, где люди, все, да, вот «это » вот «это нилkon» «смалин». «это линборный. Не они не они «ато мягкая». « это линборный. Он линборный. вот анна алексеевна или алексеева простите пишет призывает народ ставить лайки не жалеть но я выхожу на набережную сразу чувствуется такое дуновение дуновение моря красивая ли да и сделали не так давно я сейчас сверну покажу еще раз этот боярышник розы засыхают прямо на кустах но они все равно прекрасный даже вот а тут еще даже он зависть бутон вот комсомольск на амуре приветствует нас ну понятно что во многих городах в большинстве городов россии никаких розах на улице речи быть не может только в анапе еще отголоски лето вот улица папанинцев маленькая такая улочка вот там дети катаются а больше никого нету сейчас друзья будет немножечко звук забиваться потому что ветер я я выхожу на набережную вот 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 Тридцать человек ровно меня смотрят. Красивое число тридцать и чайки чайки реют красиво сейчас мы еще будем рассматривать они над набережной. Люди катаются на велосипедах. Папы выгуливают своих детишек через монады. Идет. Море шумит. Да, я лирик. Я пишу стихи. Правда, мало я сейчас пишу стихов. Потому что, знаете, планка у меня уже такая высокая. Поэтому писать так уж на века шедевры. А чтобы так писать, нужно очень долго работать над каждой строкой, над словом. Вот они как-то. Давайте посмотрим. Красиво. Чайки, моря. Так, ну что, друзья. Сейчас я спускаюсь к морю. И намерен пройти берегом до пляжа Малая Бухта. Вот. Сегодня вообще как-то туда собирался, но решил. Сегодня... Так, не знаю, как там. В принципе, одет я тепло. Если что, накину камышо. Поэтому не уйти, смотреть. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Кто еще на него подписан. И смотрим дальше. Сейчас я спускаюсь по этой лесенке, которая лежит. Ведет нас на Галичский пляж. Летом, конечно, здесь очень много народу. Давайте посмотрим, как здесь осенью. Да, у моря ветерок. Вот такая хитрая тропка. Но я по ней не пойду. Я не ищу. Где это? Я не ищу. Там или ищу. Столк? Крас Darkness. Толк. Ну вот, друзья, я на галечном пляже у Туркеневского спуска И намерен сейчас топать прямо Поэтому Так что сейчас мы пойдем берегом моря до пляжа Санатория Малая Бухта И там поднимемся потом Конечно, тут лучше, конечно, в берцах ходить Но сегодня у меня на ногах кроссовки Тоже, в общем-то, неплохая обувь Будет потряхивать камеру Снимаю я на смартфон Снимаю я на смартфон Xiaomi Redmi 4X Я уже говорил, что этот смартфон Это мой гонорар Вот чайка надо мной пролетела Это мой гонорар За мою работу на канале YouTube Вот так я говорю о своем смартфоне Заказал я его на Алиэкспресс До этого я прямые линии не проводил Только смотрел, как это делают другие И думал, гадал Как же они это делают Наверное, это стоит больших денег Потому что эти гигабайты там Если они же отменили на всех Все операторы, да Вот, поэтому люди тратили большие деньги И я думал, там вот вода стекает Стекает вода, сочится из скал Летом, ой, летом Зимой тут намерзают Зимой тут намерзают сосульки Я вам покажу Потому что не показывал еще Зимой ни сосульки Как-то не доходил Но, думаю, зима будет Там баяк виден, видите Спрашивают меня Как пришла мысль назвать канал Альбатрос Ну, канал вообще У меня канал появился В 2010 году А первый свой компьютер Я приобрел где-то в году В 2003 Вот так вот Ну, конечно, стал осваивать Интернет Мне понадобилось Какое-то сетевое имя Электронный адрес на Яндексе Я сразу же Как-то При общении Просто из головы вылетела Альбатрос Красивое Благозвучное название Вот На Яндексе я зарегистрировал Ящик Альбатрос64 Собаконарод.ру 64 Это год моего рождения Так что Пишите мне на электронную почту Если у вас будут Какие-то Может быть вопросы Или Еще там Какая-то надобность возникнет Вот А когда я создал канал Он сначала был вообще безымянным Ну, а потом Я его назвал Недолго думая Так же Альбатрос А потом и Меня стали называть Альбатросом Здесь в Анапе Особенно я Активно Вел такую блогерскую работу В первый год Люди даже от меня Ну, порталы Так скажем Страдали Я писал на Анапа Инфо И они даже Закрывали неоднократно Мой канал Закрывали Открывали Блог Вот Писали мне письма Чтобы я Поумерил свой пыл Не писал много А я писал буквально Каждый день О своих впечатлениях Иногда по два материала Выкладывал В общем И знаете Было обсуждение Довольно Активное Моих постов Вот Но потом Кому-то вот Видимо не понравилось Я перестал туда Писать Сейчас у меня там есть Конечно Блог И я туда Изредка выкладываю Но сам портал Как-то зачах Его пытались Оживить И вроде бы Там сейчас появились Материалы Но вот В блоге Туда никто не пишет Достаточно активно Работает в Анапе Портал Информационный Анапа Тудей Вот там Хорошие блоги Хорошие блоги Но там Блоги ушли Почти все блоги В обсуждение Дел в Анапе Именно с такой точки зрения Политической Вот Пишут о Различных Кланах Которые здесь действуют Вот Кто какие интересы Преследует Вот Поэтому Кто в чем замешан Какие-то коррупционные дела Какие-то нарушения Законодательства Связанные с распределением Финансов Земли Вот Поэтому Конечно Я там Если даже что-то напишу Я там не в формате Вот Хотя я туда тоже писал Одно время Потом появился Сайт Анапа Лайф Он вроде бы такой Со свежими мыслями Пришел Но там Блоги Как-то вообще Они Непонятно Существуют Не существуют Вот А без блогов Без такой Живой связи Без живого Слова Людского Как-то скучновато Когда читаешь Одним журналистов Журналисты же Они тоже Обычно Какой-то портал Он Находится всегда Под кем-то И выражает Прежде всего Какие-то свои интересы Журналисты естественно Не могут писать На те темы Которые Ну как-то Их лично Волную Они выполняют Волю редактора И Учредителя Вот Поэтому Анапа Лайф Как-то Он и не Утвердился Не прижился Хотя он Существует И до сих пор Вот Ну а совсем Недавно Самый молодой Информационный Портал В Анапе Это Блокнот Анапа Ну там Видно сразу Они Так очень Активно Включились Медиапространство Анапское Не гнушаются Никакими темами Самими мелкими Там Кто-нибудь Урну Где-нибудь Перевернул Вот Вот Они уже пишут Что на какой-то улице Какой-то там Злоумышленник Перевернул Урну Ну это я так Утрирую Ну в общем Они пишут И по мелочи И какие-то Общегородские Задевают Моменты И общероссийские Вот Причем они Их адаптируют Всегда в своих Заголовках Под Анапу Чтобы это было Читать И российские Новости Было интересно Читать Анапчанам Поэтому Если допустим Где-то ввели Какой-то штраф Новый Ну допустим Вот За Нарушение Правил дорожного Движения Да Не пропуск Пешеходов На пешеходном Перекрестке Они пишут так Что Анапские водители Будут Теперь Больше Значит Платить штраф За непропуск Пешеходов Ну вот так Вот Если где-то Что-то там Еще И они Всегда Тоже Слово Анапа Или Анапчане Ставят Ну Порою Как-то Мне это Не нравится Потому что Слишком много Получается Анапы В новостях И этого Названия С другой стороны Я думаю Нормально Никто Так Не делает А не делают И Хорошо Так Друзья Проверяем связь Как меня слышно Дайте Обратную связь А то я Балаболю Чего-то И не знаю Куда я Балаболю В эфир Или в космос Прямо На прямке Окей И что Да Пляж Золотая бухта Работают Спрашивают Ну Я думаю Там Какие-то Есть Бассейны Которые Работают Ну А Так Ничего там Работает Зимой Ничего Не работает Я думаю Вот Ну Сейчас Я иду По Галичному Пляжу Даже Какой это Галичный Это Каменистый Пляж Это Не галька Это Камни Вот Идти по ним Очень неудобно Представьте Как это Летом Когда люди Приезжают И надевают Всякие Там Шлепки Вьетнамки Которые С ноги Слетают А если Еще Кокрые И соскальзывают Рвутся В общем Неудобно Тут ходить Иду В кроссовках Что-то и то Ноги У меня Под ногами Вернее Камни Под ногами Так И Двигаются А вообще Я планировал Как-то Сходить Варваровку Вот так же Берегом моря Кстати Сейчас Очень Вот Хорошо Такой Приятный Свежий Морской Ветер Мне В спину Дует Хорошо Что в спину В лицо Было Наверное Хуже А так Он Меня Немножечко Поторапливает Людей Практически Нет Кто-то Такую Стенку Поставил Вообще Конечно Здорово Представьте Здесь Вот так Сидеть Жарить Шашлычки Вот Так что Я рассказал Вам О Четырех Анапских Порталов Где можно Черпать Новости Анапские Еще раз Повторю Их название Это Анапа Инфор Это Анапа Тудей Это Анапа Лайф И Блокнот Анапа Вот Из всех Я вам Рекомендую Ну если Вы какие-то Новости Хотите Об Анапе Почитать Это Блокнот Анапа Там Новости Разнопленные Разноплановые Подача Новостей Интересная Живая Журналисты Там работают Молодые Креативные Я вот Конкурс Конкурс Глаза Всегда Работать Конечно В молодежном Коллективе Здорово Я там Тоже Спросил Насчет Работы Но Полный Рабочий День Сидеть В кабинете Хотя У журналистов Понятно График Свободный Вот А я думаю Если договориться Можно было Вообще Работать До дома Вот Ну Мне это не надо Я все-таки Уже Работал Давайте посмотрим А то я иду Все показываю Гальку Давайте заглянем вверх Вот надо мной Буквально Нависают Вот такие вот Скалы Поросшие Мохом Сейчас мы Поближе Их рассмотрим Конечно И вот Знаете Чай Ох Красиво Да Конечно Существует Опасность Обвала Да И камни Тут падают Иногда Иногда Нерадивые Туристы Их сбрасывают И я помню Однажды Вот такая Чайка На На пляже 40 лет победы У меня есть даже Такой ролик Но я правда Падение самого камня Не снял Ну я там тоже был Еще сезон не наступил Бесной Я пришел туда Снять сюжет Вдруг слышал Что-то грохочет А потом Ба-бах И прямо На проезжую часть А там Машин Машин Даже проезжают Там Такой гальки Нету И прямо На эту Дорогу В парку Огромный Балун Кропнулся Вот Ну я сразу Камеру перевел Наверх Смотрю А там Семья Мужчина Ребенок И женщина Спускаются Вот И потом Когда они Спустились Я говорю А что Камер Вы как-то Случайно Толкнули Не специально Он Случайно Бит Задел И он Покатился Ну и вот так А вот В принципе Если бы кто-то В этот момент Находился бы Под скалой Ну это конечно Надо быть Наверное Большим грешником Чтобы Камень Свалился Прямо тебе На голову Но тем не менее Опасность Такая Существует А по весне Сюда Вот В это место Тут-то вот Люди Уже отдыхают Идут Смотрите Это уже Пляж Пошел Санаторий Малая Бухта Сюда Получают Мчелесники У них И они Вот Со шланга С Братской С Мощной Струей Вот эти Вот камни Которые Ну вот За зиму Каким-то Опасом Ослабли И они Прямо Сбивают И они Вот здесь Падают Вот Ну я сам Не снимал Но Может быть В следующем Году Сниму Ну вот Видим Пустынный Пляж Абсолютно Пустынный Пляж Да Тут Калька Такая Действительно Калька Уже Помельче Волны Бьются Сейчас Мы подойдем Посмотрим Рассмотрим Видите Шел я Сюда Ну сколько Вот смотрите Сколько Эфир мой Длится Сколько Эфир Длится 44 минуты Да Ну я Начал С Гоголя Поэтому Вот Не спеша От Тургеневского Спуска Дошел Вот До Малой Бухты Сейчас Полюбуемся Немножечко Тургеневского Друзья, вот вы сейчас сидите у своих компьютеров. Ну, надеюсь, наверное, процентов 50 сидит у компьютеров. Кто-то сидит в мобильнике, кто-то на планшете. Но я вот по статистике всегда отслеживаю где-то 50% на компьютерах и процентов по 25% на мобильниках и на планшетах. А есть люди, которые на телевизионных приставках смотрят, но это совсем мало. Процента там 2, наверное, что-то меньше. Поэтому те, кто на компьютерах, вам ничего сейчас не стоит просто скопировать ссылку моего эфира и сбросить где-то на своих социальных сетях. Вы каждый имеете аккаунты в антокластиках, в Фейсбук, в ВКонтакте. Скорости, пусть люди тоже присоединятся к этому субскому сходу. А с вашими рекомендациями просто напишите, что вы сейчас сидите и смотрите то, что происходит в Анапе, на пляже, в прямом эфире. И тем самым вы заинтересуете, прежде всего, своих контактеров, те, кто с вами на связи, кто у вас в друзьях. Тем самым расширится наша аудитория на сегодня. А кто-то, может быть, и впервые узнает в моем канале и присоединится к нему. И еще, друзья, я хотел, у тебя 23 человека, я думаю, самые такие верные мои зрители, и подписчики. Хочу с вами вот чем поделиться. Я хочу опять сбор средств, то бишь денег на стабилизатор. Где-то 11 тысяч надо сыграть. И я уже сделал такую формочку. Под каждым видео, сейчас на них последних видео уже будет написано, как. Ну, мне просто интересно, как вы к этой идее отнесетесь. Дело в том, что я, конечно, деньги прячу свои вот, которые получены на ютюбе, но на стабилизатор копить очень долго. Поэтому я бы хотел, может быть, если мне бы согласились помочь, у нас качество наших интересов, вообще съемки сразу бы значительно возросло. Была плавная очень такая картинка, бездражание. Поэтому, ну, я думаю, вот так. Если вы заинтересованы в этом, то напишите, что, ну, как-то согласны. Я не говорю, что мне нужно посылать какие-то большие суммы там, тысячные, нет, конечно. 50-100 рублей, я думаю, никто не пожалеет. Вот я сам порой тоже вот так вот, когда хожу на какие-то сайты, смотрю. Если где-то что-то кому-то требуется, то отправляю. Сейчас это сделать очень просто. Я вот пользуюсь Яндексельками, Вебмани, ну, реже с карточки. Реже с карточки, потому что, ну, и когда у меня есть такое предупреждение, что свою банковскую карту лучше в техни раз не светить. Хотя, в принципе, я и билеты в свое время на самолет, на поезд покупал. Ну, вот так вот, друзья, выглядит пляж в ноябре у нас. А там вот у нас новая набережная, так называемая, новая, расширенная. Видите, вот эти вот иллюстрады, смотровая площадка, очень красивая. Я оттуда уже много раз показывал виды. А там вот, видите, человек какой-то стоит в окне в шапочке плавательной. То есть, значит, там есть какой-то бассейн, и там люди, видимо, купаются. Ну, я не знаю, я сам лично не интересуюсь бассейнами. А отдыхающие, скорее всего, имеют такую возможность купаться даже вот в такую погоду в ноябре. Да, вот Наталья Фея говорит, не у всех Яндекс.Деньги. Наталья, а как бы вам было удобно, вот какой способ? Может быть, с карты на карту, с карты на Яндекс.Деньги, с карты там еще как-то. Вот так, как бы вам удобно было, вот лично вам перевести деньги. Я этот вопрос адресую всем, кто меня сейчас смотрит. Ну, она пишет Сбербанкарта. То есть, мне под видео нужно еще писать, наверное, и другие какие-то вот мои счета, да? То есть, Яндекс.Карта, Сбербанкарта, веб-мани. Хорошо, я так и буду делать. А вот тут вот можно даже сейчас присесть и на пути чуть-чуть посмотреть. Ну, тут люди кормят чая хлебушком. Поэтому они здесь вот выпрашивают, дерутся. Вот и голуби. Птичайки, еще какие-то птички. Потому что вот эти чайки, они серые, но... Причем и серые, потому что они еще молодые. А потом они белеют, становятся абсолютно белыми. Вот, ну, видимо, еще есть какие-то другие виды. Вот, они поменьше немножечко и потруцнее. Если вот эти вот большие сидят, вот они буквально тут рядом ходят, ничего не боятся, то мелкие, которые поменьше и побелее, они вот только вот так вот летают, да, боятся сесть. Ну, вот и понятно. Давайте подходим сюда вот еще. Солнышко пригревает приятно. Остро пахнет водорослями. Вот этими вот бурыми водорослями, которые вот там внизу лежат, они содержат йод. Ну, и такой йодистый запах чувствуется. Ну, мне он очень нравится. Он такой на грани. Вот если бы он был, наверное, еще более сконцентрированный, то, наверное, даже бы, наверное, ну, как это было бы... не знаю, кому-то и неприятно. Но той пропорции, в которой он содержится сейчас, только в воздухе, это как раз то, что нужно, то, что... то, что и составляет очарование моря. Вот те мелкие с черными оконечностями крыльев, они вот там плавают. Им легче они, видимо, вообще по земле не очень-то в воде. Поэтому они сели на воду и на воде пытаются склонить свои кусочки угощений. Но голуби вообще чувствуют себя среди каравлов. спасибо вам за лайки, которые вы ставите. 29 лайков. Сейчас кто-нибудь не поставил, пожалуйста, поставьте. Наталья Фея пишет устроитесь на работу, хватит уже дома сидеть. Вот сегодня воскресенье, я уже успела поработать, в отличие от большинства. Ну, правильно, наверное, чуть-чуть сажали. Но мне вот, знаете, в Анапе совершенно не хочется работать. Летом мне предлагали работу, ну, как раз тут была предвыборная компания, и у меня в штаб одного из кандидатов звали работать, обещали, обещали, сколько там мне платить. Я сейчас не помню. Ну, в принципе, но я как подумал, что нужно находиться на рабочем месте с 9 и до до 6. на обед бегать бегом куда-то в столовку или с собой харчи приносить. А когда, знаете, разгар курортного сезона, когда люди, когда горе, когда самому хочется поваляться на песочке. Поэтому я думаю, нет, я отказался от этого предложения. спрашивают, сколько сейчас градусов. Ну, градусов, я думаю, сейчас, наверное, 15 есть. Солнце светит. На солнце вообще отчайки так любопытно, с любопытством он у меня смотрит, думает, что это он такое выставил и чего это он нам ничего не дает. Вот. вообще можно даже здесь и прилечь. Вот казаки ходят наши. Вот можно вот так вообще полежать, позагорать, пообщаться. даже вздремнуть, наверное, можно. Сегодня, кстати, в храме отец Александр напомнил, что воскресный день нужно посвящать Богу. То есть люди пришли на ледугию, но этим не заканчивается их обязанность посвящения Богу. нужно навестить больных, каких-то людей, которых вы давно не видели, перед кем-то извиниться, если вы что-то там кому-то с кем-то в ссоре, навестить узников в тюрьме, ну и, естественно, почитать какую-то литературу духовную. И он пригласил в библиотеку. В библиотеке там в 16 часов всегда проводятся какие-то чтения, лекции. Я, правда, не был ни разу, потому что если бы храм был прямо у дома, я бы, наверное, конечно бы ходил туда чаще. Вот все-таки говорят, у нас много храмов, зачем стоит еще храм, храмов уже много. Да нет, храмов не хватает. Вот лично мне храма не хватает рядом где-то с домом. Если бы храм был где-то в Алексеевке, допустим, или, может быть, еще поближе. Я бы с удовольствием может быть, ходил туда на службу, да и просто на какие-нибудь лекции, на какие-нибудь мероприятия. Ну, вот так вот. Хорошо, да, даже можно с собой одеялко примести, подремать, поспать, погода хорошая. Небо замечательно. Давайте сейчас на небо посмотрим, а то я вот такое небо надо мной. Облака быстро летят. ну, а вид такой вот. напоминаю друзья что я сейчас нахожусь на пляже санатория малая пухта здесь есть лифт но он правда конечно не работает сейчас и там работает погода замечательная море плещется камушки шумят вот здесь вот такая вот галька тут она действительно мелкая это не камни которые там я по которым ходил сбивая ноги тут вполне все здорово вот вы видите зона детского купания значит здесь мелко и безопасно вот он кстати лифт сейчас он закрыт там есть стабиль для переодевания еще стоят здесь можно купить синие купания да поэтому действительно сюда едут очень много пенсионеров едет очень много пенсионеров посмотришь вот на охранников которые работают в охраннике молодых вот ребят в охране очень редко увидят в основном такие старички уже вот ну лет шестьдесят это точно седые медлительные я не знаю как таких в охранах берут да вот смотрите что это что это какой то такой отстойник я вот сейчас пришел здесь на на плиту на эту ну ветер такой я сейчас вот капюшон надел а капюшон надел он наверно даже лучше к мне осуществить стало наверняка лучше но а а а а а а и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, я обращаюсь к зрителям и подписчикам с этой просьбы Субтитры делал DimaTorzok 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 Друзья, вы не устали от моего эфира еще? Субтитры делал DimaTorzok 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 А вот по 100 рублей. Никогда не обращал внимания. Сегодня посмотрел. Выходим мы на верхнюю набережную. Давайте еще... Ну ладно, мы с верхнего яруса посмотрим еще раз на море. Продолжить. Здесь пишет мнение Кузнецова. Она только присоединилась. Это очень здорово. Я еще раз напоминаю, друзья, участвуйте тоже в продвижении моего канала. Как это сделать? Это очень просто. Те, кто сейчас сидят за компьютером, они могут скопировать ссылку трансляции. И просто открыть быстренько свои социальные сети. Там Классники, Фейсбук, ВКонтакте. Сбросить эту ссылку. Написать текст маленький. Написать, допустим, что я смотрю сейчас прямой эфир из Анапы. Мне очень нравится. То есть вы обращаетесь уже к своим друзьям, к тем, кто с вами в ВКонтакте. И тем самым наша аудитория расширится. К нам еще кто-то присоединится. Кто-то, может быть, и станет подписчиком. Кто-то вообще впервые увидит Анапу. Интересно, есть такие люди, кто впервые видит Анапу? Вот красивый вид отсюда открывается тоже. Красотища. Ну, это еще, я бы вам сказал, не ветер. Это ветерок, так скажем, слабенький. Ветра тут бывают такие, что... Что сносят с пайконов, там какие-то вещи. Предметы. Деревья ломают, конечно. Но меня вот радует... Знаете, что в Анапе? Что этот ветер-то, он чистый, понимаете? Он несет в себе энергию и бодрость. А вот в Забайкалье ветра, откуда я приехал, там, конечно, ветра, да, они с пылью, они со смогом. Вот. Поэтому, если зимой, да, ветер, да, еще всякую дрянь несет, всем этим нужно дышать, это просто, знаете, ужасно. А здесь вот дышишь полной грудью. Ну, что таким воздухом не дышать? Да, наоборот, надо все это вдыхать в себя и радоваться, что замечательная такая у нас здесь погода, климат. Вот мужчина идет в рубашке с коротким рукавом, в жилете. Кто-то, конечно, в куртке, кто-то в кепке. В общем, по-разному одеваются. Ну, Анапа, это город кошек. Я вам уже неоднократно говорил, кошек здесь. Давайте полюбуемся. Кошачьим царством. Вот две кошки совершенно одинаковые, близняшки. Вот, а, и вот еще одна спускается. Видите, он играется. Да, вот там вот, смотрите, вот, конечно, не видно. Я вам говорил, что там солярий. И вот-вот-вот-вот-вот там, вот, смотрите. Вот. Видите, вот мужчина лежит. Там женщина. Лежат, загорают. Ну, и, видимо, есть бассейн. Они там купались. Вот. Мы-то здесь живем. Он еще серенькое идет. Мы-то здесь живем, в Анапе. Вот. Мы не отдыхаем уже. Мы просто живем, ну, как живут в городах других. Вот. И все говорят, что делать в Анапе? Я всегда говорю, что в Анапе надо просто жить. И все. Что тут делать? Можно и ничего не делать. Просто жить, да, наслаждаться климатом, уникальным климатом, который здесь есть. Бескатным. Бескатным. Солнцем беспатным. Бескатным ветром. Бескатным. Что еще нужно? Вот. Сквер тренажеров. Тоже очень такое место. Я его давно, конечно, показываю периодически. Вот. Ну, в каком городе еще такое встретишь? Давайте сейчас посмотрим еще. Вот тут устанавливают еще одну какую-то кофейню. Вот. А вот этот, вот эти тренажеры. Здравствуйте. Вот поэты гуляют у нас. Да. Анапа город маленький, поэтому тут легко встретить знакомых. Вот такой тренажер, конечно, где-то лучше, где-то хуже, где-то уже немножко подразбитые. Вот. Но, тем не менее, они есть, и люди ими активно пользуются. Инвалиды вам. Пожалуйста. Им тоже здесь очень удобно жить, потому что все-таки город-курорт, и здесь и банки, и магазины, все требования, чтобы такие, чтобы устраивались пандусы, чтобы людям с ограниченными возможностями была возможность пользоваться всем, всей инфраструктурой города. Ну, ладно. Я иду сейчас к маяку, и потом уже выхожу. Можно вот так вот просто сидеть, книжку читать. Можно сюда приехать на велосипеде. И заниматься на каком-то тренажере. И часто можно видеть, когда просто человек гуляет по набережной. Раз сюда свернул, и немножко тут позанимался. Пресс покачал, на каких-то вот таких вот ходунках походил. Вот. Здорово. Здорово. Просто вот даже стоять, любоваться на чаек парящих, на море. Я понял, что ветер мешает нашему общению. Вот. Я говорю через блютуз гарнитуру. Вот. Еще прикрываю ухо ладонью от ветра. Осеннее Анапа. Осеннее море. Ну, солнце меня спрашивает. Солнце вот там, за этими точками. Да, оно сейчас спряталось. Сразу, конечно, так попрохладнее стало. Солнце появляется, и все сразу. Хочется уже растеться и забирать, действительно. Замечу ветра, нет. Ветер, ветер вон от ветра. Куда от него не деться. Особенно мы сейчас находимся на высоком берегу. Не надо об этом забывать. Вот люди, которые покупают жилье на высоком берегу. Сейчас практически весь высокий берег вот в сторону субсеха. Там вот эти вот сейчас строят жилищный комплекс Бельведер. Он же на высоком берегу. И представляете, там какие ветра. Ребенка выпустить, погулять, да. Просто выйти там, кому-то посидеть. Да не посидишь, тебя там просто сдувать. Вот, поэтому на высоком берегу, ну, я не знаю, там так. Только покупать на лето, чтобы, да. Для летнего отдыха. В москвичи там покупают, а еще и в других городах. Вот, а жить там я не думаю, что покупать. Ну, вот еще такой взгляд на море. И все. Я сейчас вышел на улицу Картапова. И сейчас ветер должен стыгнуть. Сейчас ветер утихнет, будет хорошо слышно все. Потому что на море ветер. А сейчас вот немножко углублюсь в город. Все будет нормально. Анапский маяк. А там написано, маяк основан 14 июля 1898 года. И вот первый дом на улице Крепостной. Это трехзвездочный отель Боспор. Вот тоже красивый особнячок. Его сейчас ремонтируют, реставрируют. Он и без того был, в общем-то, симпатичный. Но вот его еще каким-то образом преображают. И мы попадаем в сквер Гудовича. Этот сквер тоже такой своеобразный в Анапе. Он располагается вот между улицами Крепостной и Протапова. Вот посередине. И идет от маяка и туда в центр города до центра культуры Родина. Вот такой протяженный сквер. Назван именем генерала Гудовича. Генерал командовал войсками, которые брали у турок Анапу. В 1828 году. Как красиво, зелено. А у нас уже деревья голые. И минус 6,10. Пишут мне. Я выхожу на центральную аллейку сквера Гудовича. Приближаюсь. Сейчас с правой стороны будет от меня Краеведческий музей. Вот он, Краеведческий музей. Тут уже экспонаты на улице стоят. Вот видите. Орудия. Ну и вот сам Гудович. Иван Васильевич Гудович. Генерал-фельмаршал. Разработал и осуществил взятие русскими войсками турецкой крепости Анапа. Которой называли Кавказский Измаил. 22 июня 1791 года. Так. Вот видите. Я сам ошибся. Оказывается, штурм был. Ну, несколько штурмов было. Вот. И как раз вот этот штурм, которым Гудович командовал, он был. 1791 год. Вот. Анапу несколько раз брали. В Анапе мне, конечно, нравится изобилие скамеек. То есть, сиди, отдыхай. Спасибо, говорят, за прямые трансляции. Друзья, мне самому очень нравится вот так вот ходить, гулять. Это же так здорово. Такая погода. Вот. И всегда, когда я гуляю без камеры... Я, кстати, сейчас вспомнил, что у меня лежит еще фотокамера в сумочке. Вот. И я планировал снять, вот, поснимать море. И так и не снял. Ну, ладно. В следующий раз. Вот так вот увлекся эфиром. Вот. Но я думал, думаю, тоже там кадры были достаточно хорошие. Вот. Так вот, когда я просто гуляю по улице без фотокамеры... И, естественно, там обращаешь внимание... Обращаешь внимание на какие-то интересные моменты, какой-то интересный вид, интересное дерево, что-то... Какое-то что-то происходит. И всегда думаешь, вот, эх, была бы с собой сейчас фотокамера, там, или еще что-то. Я бы сейчас снял, показал. Ну, всегда желание поделиться. Вот. Вижу какую-то красоту. И всегда хочется это кому-то показать еще. Чтобы человек испытал... Ну, тоже какие-то эмоции. Не скажу, что такие же. Потому что у меня-то здесь все... 99D, как говорится. Тут и запахи, и ветер, и еще там что-то. Вот. Поэтому все это, конечно, многократно усиливается. Вот. Поэтому все не покажешь. Вот. Вам не передашь. Но, я думаю, вы сами обладаете какими-то воображениями богатыми. Поэтому можете сами все представить. Сейчас как раз пора листопада. Листья летят, ковром устилают газоны. Вчера читал материал про Псков в живом журнале. Ну, просто человек написал... Там есть какая-то серия у него. Малые города России. Псков маленький городок. 200 тысяч населения. Это кошка что-то на задних лапах. Ой, вернее, на передних. Кот пытался встать на передние лапы. Я даже не понял для чего. И побежал, 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 побежал. И чего он там? Странный кот. Вот. И, друзья, сейчас буду говорить очень интересные мысли. А вы меня можете поддержать. Так вот, Псков находится недалеко от Эстонии, так скажем, да? Туда проще съездить, чем в Москву. И там очень много интересных таких мест, которые городские власти и частные. Какие-то владельцы, да? Они очень благоустраивают. Вот еще одна кошка. То есть, они... Смысл в том, что... Почему люди начинают вокруг себя ценить красоту и делать красоту? А потому что они ездят часто за границу, видят, как это все цивилизованно устроено за границей, и потом переносят просто по возможности, делают у себя в городах. То же самое. Анапа у нас тоже такой же город. Это курортный город. Администрация, представители администрации очень часто ездят за границу, и не просто отдыхать, они ездят на какие-то научные конференции, симпозиумы, вот как раз по курортному лечению. И они, естественно, им проводят экскурсии, они все видят там, за границей, в Италии, там, в Греции, как это все у них устроено. Ну, в Турции, конечно. Вот. И понятно, что и делегации оттуда приезжают, в Анапу, и им тоже не хочется нашим потом и в грязь лицом ударить, да и вообще элементарно внедрить что-то у себя здесь так же, как там. Ведь обычно перенимаешь все самое хорошее, вот. Поэтому Анапа у нас хорошеет с каждым годом, поэтому здесь вот такие ровные, красивые, вымощенные тротуары, красивый дизайн домов, которые строятся, новые особенно, да. Поэтому здесь становится приятнее и комфортнее с каждым годом. вот почему Анапа у нас такая замечательная и почему она привлекает внимание россиян, почему много сюда приезжает, переезжает людей. Потому что вот, потому что здесь потому что здесь хорошо, здесь все сделано для комфорта. Вот новый жилищный комплекс на крепостной. Тоже уже скоро будут его заселять. Ну, я, конечно, противник, вот я принадлежу к той партии, которая против высотной застройки Анапы. Курортный город не должен в центре быть застроен высотными домами. Но это, к сожалению, не соблюдается, застраивают. гуляем, друзья, гуляем по скверу Гудовича, идем по нему. Смотрите, сколько скамеек, сколько скамеек. Вот там какая-то фотосессия идет, фотографируют даже с софтбокс, используют для этого. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. Я так понял, какую-то молодую пару фотографируют, может быть, для какого-то журнала, для рекламы. Ну, посмотрим. Сейчас подойдем поближе. 36 человек сейчас нас смотрят. какие-нибудь комментарии будут, друзья? Фотограф работает. Да, вот так вот можно сделать замечательные снимки. Целая группа он снимает. Или это, скорее всего, один фотограф и вот я вижу у него софтбокс. Это китайский софтбокс. Вот, они продаются такие компактные. Вот, я тоже хочу, кстати, приобрести много чего еще нужно, вот, чтобы улучшить съемку. В частности, чтобы дома снимать качественно. я себе присмотрел светодиодные такие панели. Очень яркий дают свет ровный. Так, пешеходный переход. Переходим. вот она по-наше. Вот такая маленькая. Вот я гуляю час сорок не спеша. Смотрите, мы были с вами, начали снимать на Гоголя улице. не спеша дошли до моря, спустились на пляж, на пляжи сколько там пробыли, полежали. И вот возвращаемся уже, я возвращаюсь домой по скверу Гудовича. И всего лишь это вот час сорок занимает. Съемка непрерывная. Вот такая маленькая у нас Анапа. А зимой на экскурсии возят. А в санаториях, да, в санаториях, в пансионатах возят, конечно. По-моему, даже работают в центре. Вот сейчас я может быть покажу. В центре, в котором находятся вот эти экскурсионные будочки, там, да, предлагают экскурсии, но это только в центре. Летом, конечно, их сразу количество увеличивается. Понятно, что летом наплыв. Приближаюсь к скейт-парку. Это у нас скейт-парк. Не в каждом городе есть скейт-парк. Тем более, в общем-то, такой хороший. Варь! Попади! Да он, что? Ищу. Вот так вот. Нормально. Видно? Товой Катерин Я делаю. Друзья, Теснее, Да он, что ли? Он дрогнул. Я дрогнул? Нормально. Катерин Что вы там заубь? Я не вижу ну, нахуй. Он укол нахуй. Что вы нахуй толпились? Алло. Да, Товарищ. Да, нет. Катерин Гарь. Вот так вот. Да, 35 человек сейчас меня смотрят я напоминаю что это анапа что мы идем по скверу гудовича и подходим уже к памятнику ленина то есть к улице ленина столетие революции было отмечено в анапе таким небольшим митингом куда пришли представители КПРФ раздавали газеты люди пожилые в основном ходят вот казаки пришли казаки пришли на охрану общественного порядка и их было значительно больше чем самих участников митинга магазин магнит виден вот ну вот ленин и там видна стела город воинской славы а а а Вы можете, конечно, сейчас наблюдать и замечать, как люди одеваются в Анапе. Вот цветы еще лежат, уже подсохли, а Ильич стоит, смотрит. Сосны, смотрите, какие в Анапе замечательные сосны. Какие они пышные, вообще даже сквозь них света не увидишь. Вот они плотные, так вот смотри, смотрите, соприкасаются прямо своими лапами и нависают над дорогой. Разве это не красиво? Еще один такой зеленый уголок. Ну, это, так скажем, здесь завершается сквер Будовича. Там, вот в направлении, куда я сейчас показываю, цветочные часы, которые сейчас тоже на реконструкции. Вот эти две незаселенные свечки с огромной стоимостью за квадратный метр. Сейчас, кстати, Бельведер тоже снизил. С 60 тысяч. Ну, меньше. Сейчас, по-моему, там они тысяч на 20 сбросили. Ой, на 20 в руку, конечно, не на 20. Хотя нет, да, где-то так, наверное. Тысяч на 20 они сбросили. Бельведер. Ну, я вам говорил, что Бельведер – это высокий берег, это ветра. Да. Отель Денамана какая-то. Отели, отели. Ну, а сейчас я приблизился к центру культуры Родина. Обратная сторона его. Друзья, как вы, не устали еще ходить со мной? Напишите хоть что-нибудь. Какие чувства вы сейчас испытываете? Про сосны отзыв. Сосны – это фишка. Анапы пишут. Да, сосны – это, конечно, сосны. Кстати, это крымская сосна. Раньше я тоже так вот заблуждался. Называл эту сосну пицунгинское. Ну, оно мне само слово не нравится. А вот он – знакомый мой агроном, который, в общем-то… Ну, агрономы, который участвовал в компаниях по озеленению города. Когда он в зеленстрое работал, вот он мне объяснил, что это крымская сосна. Просто крымская сосна и все. Воробьи чирикают. Площадь. Вот там вот кофейня расположена. Вот там кофейня литературная. Вот где у нас встреча была. Встречу вы видели. Это вот прошла чиновница анапская, которая за жилищно-коммунальное отвечает дела. Я не помню даже, как ее зовут. Она так, в общем-то, всегда скромно выглядит. Она в обратную сторону пошла. Ну, улица Горького. Улица Горького. Тут из чемоданчика достают часы, бутылки-часы. Ну, то есть бутылка пластиковая, каким-то образом так сплюснута, расплавлена. И на них устанавливается циферблат. В общем, такая поделка народный промысел. Смотрите, вот платаны мне нравятся. У них кора просто живописным чудовием. Пятный методчик. Пятный методчик. 1 час 51 минута длится наш снег, друзья. И мы через 9 минут его закончим, потому что оно всему должен быть предел. И какие-то разумные рамки. Я и так считаю, что эфир слишком затянулся. Конечно, меня волнует вопрос, будут ли его смотреть после его закрытия и после того, как он будет в виде ролика размещен на YouTube. Потому что кому-то нравятся короткие ролики. Зоопарк. Кто-то на гармошке играет. Ага, впереди вижу. Все так спокойно, умиротворение. Город спит. Да. И грусти вот еще нагоняет этот одинокий гармонист. Великолепно играете. А он, наверное, думает... Дал бы лучше монетку. Старый крич. Не, почему я так плохо думаю про людей? Он, наверное, обрадовался, потому что я его поддержал. Ну, прохожу мимо центральной свято-посеевской площади. На которой расположена администрация. Фонтаны отключили. Фонтаны отключены. Ну, море мы с вами уже видели вблизи. Вот оно там вдали. Вот такие вот указатели. Ведь это тоже, друзья, кто-то съездил за рубеж, подсмотрел и внедрил. Поэтому еще раз вам говорю, что Анапа, она равняется на Европу. Такие какие-то заборчики, летнее кафе. Ну, чем не Париж даже тот же, да? Или Амстердам. Я был в Амстердаме. Видел. Каналов, конечно, нет. Вот такие столики. А что, сейчас, в принципе, вполне можно здесь вот посидеть, выпить там чашечку кофе, перекусить. А вот такая реклама мне не нравится, когда... Я бы лично как-то ограничивал по уровню шума вот такую рекламу. Потому что, ладно, сейчас... А летом, когда все это орет из каждого ларька, из каждого заведения, там музыка, там музыка, там поют, там поют. Это такая какофония получается, что просто хоть беги. А вот немцы, мы говорили об Европе, о том, что Анапа равняется на лучшие курорты заграничные, заморские. Вот. Так вот, немцы приезжали и говорили, что их здесь просто поражает вот эта вот какофония, которая раздается отовсюду. Вот эти все рекламы говорящие. Вот эта музыка из каждого двора. Вот это, конечно, это неправильно. И я поддерживаю. Я поддерживаю в этом немцев. Как они говорят, alles ist ordnung. Должен быть. Везде должен быть порядок. Вы никогда не бывали в Анапе? Представьте, нет. Все время на троллейбусе, на работу и обратно. Кто-то написал. Да, реклама агрессивная в Анапе. Наталья Фея продолжает оставаться на канале. Как хорошо, хорошо гулять. Сейчас еще раз. Как хорошо гулять по Анапе. Скучаю. Я был в Анапе, пишет Супер Феникс. Молодец. Феникс. Ну вот, друзья. Наш эфир подошел к концу. Наш эфир подошел к концу. Спасибо всем, кто был со мной на канале. Ставьте лайки, кто еще не поставил. Подписывайтесь на мой канал, кто зашел на него впервые. Всего вам доброго. Подписаться можно, нажав вот на этот значок, а также на вот эти вот этот и этот плашечки. Всего вам доброго. До свидания.